Месяц назад в ходе строительных работ возле Брестской крепости были обнаружены останки двух красноармейцев. Позже в восточной части главного вала цитадели над Бугом специалисты из поискового батальона Министерства обороны в ходе раскопок нашли фрагменты оружия и именную флягу с подписью «Пешехонов ВП». На валах Кобринского укрепления справа от звезды нашей были найдены останки двух красноармейцев-защитников Брестской крепости, которые до последнего патрона вели бой с фашистами в первый день войны. Это свидетельствовало тем патроном, гильзам, стрелянным в принципе почему до последнего, потому что оставались буквально два патрона, а не выстрелили. Останки двух красноармейцев вчера перезахоронили в нижнем ярусе некрополя цитадели, где уже обрели вечный покой 1020 героев, погибших за родину. В траурной церемонии приняли участие руководители Брестского горесполкома, представители общественности, молодежь, военнослужащие зарубежные делегации и стойкие ветераны, победившие войну и одолевающие тяготы мирной старости. Фронтовик настоящий, который воевал, он должен всегда, пока его сила есть и пока не будет, ходить сюда и носить цветы. Потому что, когда мы шли в наступление, то снайпер именно убил моего друга, который лежит в могиле. Значит, я теперь приду в долгу. И мы должны, особенно фронтовики, не говоря о детям, что чтить память их, чтить, пока мы будем жить. Особенным гостем на траурной церемонии стал внук одного из найденных солдат. Асланбек Джапуев из Кабардино-Балкарии в день торжественного захоронения привез в Брест землю с родины похороненного в крепости Деда. В свою очередь представители администрации мемориального комплекса передали гостю из Кабардино-Балкарии гильзу с землей Брестской крепости и флаг Бреста. К настоящему моменту 276 имен защитников вынесены на плиты мемориала крепости. Имя одного из них, рядового Григория Зинченко, появилось в канун 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны.